Новые аудиокниги на нашем канале бесплатно каждую неделю. Подпишись и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить. Психология счастья. По сути, мы сами нередко мешаем себе жить, хотя обвиняем в отсутствии счастья весь окружающий мир. И при этом каждый из нас очень хочет быть счастливым, успешным, реализованным. В этой книге мы рассмотрим понятие счастья и пути достижения этого таинственного состояния. С нашей помощью вы научитесь быть счастливыми здесь и сейчас и удивитесь, насколько изменится ваша жизнь в лучшую сторону. Мы предлагаем вам только реальные советы и действенные рецепты по достижению успеха, процветания и счастья. Книга будет полезной и интересной тем, кто не удовлетворен своей работой, личной жизнью, окружающим миром, настроением, здоровьем, детьми, финансовой стороной жизни. То есть практически каждому из нас. Глава первая. Что же такое счастье? А есть ли счастье? Счастье — понятие странное и в чем-то, пожалуй, смутное. Все мы стремимся к счастью. Причем большинство слабо себе представляет, что же это такое. И почему, когда сбываются самые смелые наши мечты, мы не можем назвать себя счастливыми, а порой в самый обычный день испытываем чувство полнейшего удовлетворения от жизни. И, казалось бы, большего нам не нужно. Почему же так происходит? Что вкладывают люди в понятие «счастье»? Давайте разбираться. Счастье для всех свое, а счастье — и его определение в трудах исследователей. Счастье в какой-то мере цель всего человечества и каждого конкретного человека. Вы видели хоть одного гомо-сапиенса, который бы заявил, что мечтает быть несчастным? Очень маловероятно. И при этом мы, стремясь к счастью, вспоминаем лишь его отдельные эпизоды. На самом деле вопрос счастья интересовал людей во все времена. И мудрые люди, ученые, писатели и философы пытались дать ему определение. Давайте обратимся к мудрости других людей. Согласно толковому словарю русского языка Ушакова, счастье — это состояние благополучия, радости от полноты жизни. В словаре Ожегова определение уже немного иное. Счастье — состояние полного высшего удовлетворения, удача, успех. Философский словарь уже дает определенные рекомендации к обретению счастливой жизни. Чтобы счастье было действительно глубоким и прочным, нужно, чтобы жизнь была построена вокруг определенной цели. Уже из этих определений мы можем сделать несколько выводов. Прежде всего, счастье действительно разное. Счастье взаимосвязано с объективной реальностью. Если у вас успешная жизнь, вы получаете от нее удовольствие, стремитесь к поставленной цели и достигаете ее, вы счастливы. Счастье может быть мимолетным, чтобы счастье было глубоким и прочным. Психологи утверждают, что счастье для каждого свое. Для кого-то счастьем будет материальное благополучие, для кого-то дети и семья, любимая работа, друзья, увлечения. Счастье — это жизнь, наполненная смыслом. Причем осмысленная жизнь должна быть для вас. Подумайте, лично вы, когда чувствуете себя счастливым человеком. На самом деле, многие из нас получают удовольствие, занимаясь любимым делом, либо направляясь к поставленной цели. Например, если для вас счастье в деньгах, вы можете испытывать это чувство, выполняя даже скучную работу, ведь впереди вас греет желанная цель. Счастье в наших руках, по мнению психологов. Великие люди древности предлагают нам свои рецепты счастья. Счастье — это когда тебя понимают. Большое счастье — это когда тебя любят. Настоящее счастье — это когда любишь ты. Это слова Конфуция. Сложно с этим утверждением не согласиться. Эмоции в самом деле приносят нам счастье и удовлетворение жизнью. Но только ли они, только ли внешний мир заставляет нас быть счастливыми? Мудрецы утверждают, что нет. Пифагор рекомендует искать счастье в себе самих. К нему присоединяется Цицерон, уточняя, что счастливым будет зависящий исключительно от себя. Леонардо да Винчи убежден, что счастье в труде. К нему присоединяется Гильвеций. По сути, счастье даже у мудрецов неуловимо. Они все определяют его немного по-разному. Сходятся в одном. Чтобы быть счастливыми, нужно это самое счастье искать. Либо в любви, либо в жизни и деятельности. Занимайтесь своим делом. Идите к поставленной цели и достигнете состояния счастья. При этом, как ни парадоксально, а счастье заключается в нас самих. Если мы его не увидим, то вряд ли почувствуем. Интересно в этом плане определение Честертона. Счастье есть тайна подобной религии. Оно никогда не должно быть рациональным. Интересны определения счастья от знаменитых людей 20-го столетия. Например, Эрих Мария Ремарк утверждает, «Счастье – самая неопределенная и дорогостоящая вещь на свете». Коко Шанель противоречит. «Подлинное счастье стоит недорого. Если за него приходится платить высокую цену, значит, это подделка». По сути, счастье для каждого свое. И мы вряд ли можем утверждать, что чье-то определение счастья – истина, а чье-то не совсем. Нам предстоит самим решить вопрос, а что же такое счастье для нас? Талант или опыт. Насколько можно воспитать в себе счастье? Что есть счастье? Талант или приобретенный опыт? Здесь мнения людей расходятся. Согласно психологическим исследованиям, люди обладают разным темпераментом. Эта величина врожденная. И, соответственно, способность людей радоваться жизни, испытывать счастье, также различна. Но, с другой стороны, счастлив в своей жизни бывает каждый. И порой счастье приходит к нам не сразу, извне. Точнее, не собственно ощущение счастья. Скорее, способность его отслеживать, наслаждаться даже мимолетным веянием удовлетворения от жизни. А значит, счастью все-таки можно научиться. Действительно, мы можем научиться быть счастливыми. И это находит свои подтверждения. Зайдите в книжный магазин и отыщите полки с книгами по эзотерике и популярной психологии. Там вы с высокой долей вероятности встретите название книг в духе «Как стать счастливыми», «Простейшие способы достижения счастья» и так далее. Проводятся всевозможные тренинги на этот счет. А значит, счастью можно научиться. Итак, мы можем сделать вывод о том, что счастье – это не только врожденное свойство натуры человеческой. С счастью можно научиться и опытным путем. Его можно воспитать. И мы расскажем вам, как это сделать. На самом деле, стать счастливым не слишком сложно. Безусловно, вам предстоит серьезно поработать над собой. А внутренняя работа, духовный рост – процесс трудный. Но при этом вы обретете возможность и способность быть счастливым, получать удовольствие от этой жизни. Согласитесь, неплохой результат. Ведь как часто мы не замечаем, что наше существование исполнено радости и удовольствия. И жизнь пролетает грустным и пыльным облаком. Парадоксы счастья Далеко не всегда, достигнув поставленной цели, мы испытываем счастье. Почему же так? Говорят, что счастье мимолетно. Нередко, достигнув поставленной цели, мы испытываем миг радости, а потом усталость и опустошение. В жизни каждого из нас был подобный эпизод, и даже не один. Представьте такую ситуацию. Вы выиграли в лотерею кучу денег. Если в этот момент вам зададут вопрос «А счастливы ли вы?», ответ будет «Да». Пройдет время, деньги разойдутся на всевозможные удовольствия, и на тот же вопрос вы вряд ли сможете дать аналогичный ответ. Счастье – состояние, на первый взгляд, загадочное. Мы думаем, что обретем его, достигнув исполнения своих желаний, поставленных целей. Мы стремимся к точке завершения, надеясь испытать таки счастье, «А в финале не успеваем им насладиться». Что же делать? Как обрести это загадочное и неуловимое счастье? Подойдем к этому вопросу издалека. Представьте, вы в спортивной форме и кроссовках на беговой дорожке. Впереди ленточка финиша, и перед вами два пути. Вы можете рвануть к финишу, видя перед собой только эту ленточку, не замечая ничего вокруг. Цель – победа, достижение финальной точки бега. Или вы можете бежать, наслаждаясь самим бегом, работой мышц, наполняя легкие свежим воздухом, чувствуя каждый свой шаг. И так, чтобы испытать счастье, чтобы его прочувствовать, не всегда стоит гнаться к цели на всех парусах. Порой значительно более выигрышным будет наслаждаться самим процессом действия, достижения цели. Научитесь получать удовольствие от действий, ведущих к результату, и сразу станете значительно более счастливыми. В этом плане интересны некоторые эзотерические учения. Они утверждают, что по сути у нас есть только здесь и сейчас. Вчера оно было, но уже не вернется. И воспоминания о прекрасном вчера постепенно поблекнут. Завтра еще не настало, и мы понятия не имеем, что может принести нам грядущий день. И есть только сегодня, как в песне. Есть только миг между прошлым и будущим. А ведь действительно так и есть. Задумайтесь. Вы решили, что для полного счастья вам нужна жилплощадь. Простроили четкий план. Через год накопите первоначальный взнос и оформите ипотеку. И у вас будет вожделенная квартира. Через 15 лет вы за нее расплатитесь, и она станет вашей собственной. И начинаете работать, копить деньги, отказывать себе в мелких удовольствиях. Хорошо, если, собственно, процесс вас увлечет. А если нет? Вы, конечно, испытаете бурную радость от обретенной таки недвижимости. Но надолго ее, к сожалению, не хватит. А может случиться и, например, обесценивание денег, или неожиданный рост цен на недвижимость. Или дядюшка из Америки внезапно вам вожделенную квартиру подарит. Итак, наслаждайтесь процессом. И стремясь к цели, не забывайте о возможности быть счастливым здесь и сейчас. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новинки. Глава вторая. Каждому по вере. Исследование религиозных определений счастья. Как вы думаете, религии помогают становиться счастливыми? Недаром у них такое количество адептов? Очень многие люди ищут счастье в религии, в вере. На наш взгляд, основная причина этого в необходимости поддержки для любого человека. Нам нужна моральная опора, своего рода якорь в меняющемся мире. Давно уже известно, что человеку необходимо верить. Глобальная цель в нашей жизни делает нас более счастливыми. Вспомните историю. Идолы во времена язычества. С ними беседовали, им поклонялись, к ним обращались с просьбами. Христианство. Массы верующих жаждали царства небесного. В нашей стране социализм. Цель – светлое будущее. Средства практически те же, что и в религии. Действуйте, идите вперед к поставленной перед вами цели. Без веры человек – ничто. Каждому из нас нужна опора, поддержка извне. К сожалению, большинство из нас пока не научилось искать эту опору, своего рода стершень в себе самих. И религия идет на помощь. Как вы думаете, почему в последние годы все больше становится эзотерических, мистических учений? Все больше всякого рода сект и альтернативных церквей? Да потому что все это пользуется спросом. Мистика во все времена была средством отвлечения от нестабильной жизни. Попыткой найти опору в чудесах и явлениях, оторванных от объективной реальности. Но как же вера может помочь нам быть счастливыми? Реально ли это? Мы – то, во что мы верим? Делает ли вера счастливым? Что такое счастье в религии? Люди – существа, которым порой необходима поддержка свыше. Наверное, каждый из нас в критический момент жизни обращался к высшим силам. Даже если вы считаете себя атеистом, агностиком или вообще не задумываетесь о вере и религии, в сложные ситуации обращаетесь к богам. И даже то, что многие из нас при любой неожиданности восклицают «Боже мой!», уже свидетельствует о важности аспекта религии в нашей жизни. Вера в высшие силы в чем-то дарит нам спокойствие. Помогает смириться с кажущейся несправедливостью объективной реальности. Помогает пройти через трудности. И это вряд ли можно отрицать. Но делает ли она нас счастливыми? Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Адепты какой-либо религии не представляют без нее своего существования. Для служителей церкви смысл жизни и счастье в служении высшим силам. Но что такое счастье в религии? Христианство – одна из наиболее масштабных религий в мире. В христианстве под счастьем подразумевается прежде всего смирение с данными обстоятельствами. Если вы смирились, живете по Божьим законам, то войдете в Царство Небесное, прикоснетесь к Божьей благодати и получите огромный кусок счастья. Но потом. Сейчас же терпите. В исламе счастье рассматривается примерно с тех же позиций. В жизни смертной вы к счастью можете не стремиться. Живите по воле богов и после смерти получите огромное, неизмеримое счастье. Буддизм уже рассматривает счастье и при жизни. В одном из известных трудов Будда указывает факторы счастья. Приложение усилия, хорошие друзья, осторожность, сбалансированные средства к существованию. В следующей жизни вы будете счастливы, если обладаете верой в три драгоценности – нравственность, милосердие, мудрость. По большому счету все религии сходятся в одном – живи в этом мире по воле богов, и ты будешь счастлив. И вопрос в правильности такого подхода можно рассматривать бесконечно. С уверенностью можно сказать одно – человек, который во что-то верит, более устойчив в этой жизни. Ему проще жить, справляться с трудностями. У него есть поддержка свыше. И в чем-то он, безусловно, счастливее неверующих собратьев. С другой стороны, даже заявляющие об отсутствии веры в глубине души во что-то доверят. Такова особенность нашей психики. Мы не можем жить просто так. Нам нужно стремиться не только к материальным достижениям, но и к духовным ценностям. А духовное во все времена было под покровительством религии. Вера и удовлетворенность жизнью. Между прочим, вера – это ваша сила. Адепты какой бы то ни было религии всегда более счастливы, нежели те, кто называет себя атеистом или агностиком. Причем, чем глубже человек верит, тем больше счастья для себя он находит в своих религиозных чувствах. Это очень легко объяснить. Человек – существо социальное. И если нас помимо совместного существования объединяет вера, нам есть с кем общаться. У нас общие интересы. Плюс к этому еще и защита свыше. В моменты сомнений и трудностей мы можем отправиться в храм и поделиться своими бедами с богами. Искренняя и истинная вера, безусловно, в жизни помогает. В нашей стране многие придерживаются православия. Причем далеко не каждый из нас знает заповеди или читал Библию. Но это нисколько вам не помешает обратиться к Богу. Вообще храм любой религии – место энергетически насыщенное. И значит вы вполне можете воспользоваться практически любой конфессией для достижения душевного равновесия, для получения удовлетворения от жизни. С помощью церкви вы можете приблизиться к счастью. Каким образом? Верующий искренний человек, отправляясь в церковь на службу или причастие, получает огромный заряд энергии. Вокруг него такие же, как он, он наслаждается Божьей благодатью, на какое-то время отпускает все свои проблемы, перекладывает на плечи служителей Бога свои трудности и становится более счастливым. И вы тоже можете воспользоваться этим способом достижения счастья. Сходите в храм, обратитесь к Богу со своими проблемами. Даже если веры особой нет, это произведет чисто психологический эффект. Как известно, когда мы делимся своими бедами, они становятся легче. Вот и расскажите о своих сложностях. Вы почувствуете, насколько проще стало жить. Глава третья. Привычка быть несчастным. Как вы думаете, любят ли люди быть несчастными? Конечно же нет, скажете вы. Ведь каждый из нас просто-таки мечтает быть счастливым. Только вот у многих ли получается? Вспомните свою жизнь, своих друзей, родственников и знакомых. Можете ли вы уверенно сказать, они счастливы? Вряд ли. У каждого из нас множество забот и проблем. Как заработать денег? Где взять ту или иную вещь? Что делать с ворчащим вредным начальником? Как не хотелось бы всем нам быть счастливыми, жить в безоблачном мире? Почему-то далеко не у каждого получается. Почему? Ответ на этот вопрос при всей его философской глубине очень прост. Мы не привыкли. Счастье, как выяснилось, тоже в чем-то привычка. Это как маслины или сушеные бананы. Пока не привыкнешь, не распробуешь на вкус. Не поймешь, что представляет собой тот или иной продукт. Вот и счастье. Далеко не всегда мы сами позволяем себе его испытывать. А почему так? Давайте разберемся. От горшка. Воспитание в нас способности быть счастливыми возможно с раннего детства. Большинство психологов и следователей пришло к одному выводу. Многие из существующих у нас в настоящем психических проблем, страхов и комплексов родом из детства. Вспомните себя в детстве. Понаблюдайте за малышами и вы в этом, скорее всего, убедитесь. Представьте, маленький человечек лет трех-пяти с разбегу штурмует большую лужу. Малыш искренне счастлив, для него это приключение, удовольствие. В общем, искренняя радость. Как поступают при этом среднестатистические родители? Присоединяться к ребенку, забыв о взрослости? Вряд ли. Порадуются вместе с ним из-за него? Тоже мало кто на такое способен. Скорее всего, выдернут малыша из лужи и отругают. Мелочь, казалось бы. И в самом деле, что делать ребенку в луже? И одежда испачкается, и сам может простудиться. Только вот ощущение счастья растоптано. Малыш вряд ли поймет всю мудрость родительского запрета. А в подсознании отложится разрушенная радость. И так в мелочах ребенок отучается быть счастливым, делать то, что приносит радость. Итак, понятие счастья у нас формируется в детстве, в окружении самых близких родственников. Помимо воспитания, отпечаток накладывают и взаимоотношения родителей в семье. Например, вас в детстве недолюбили. На вас у родителей не хватало времени, и хвалили они исключительно за хорошие оценки и примерное поведение. Тогда, скорее всего, быть любимым – вот что принесет вам счастье. Такие дети, вырастая, нередко ныряют в любовные отношения. Им любовь нужна как воздух. Если рядом нет любящего человека, жизнь кажется пустой и не слишком счастливой. Или такая ситуация – бедствующая, нуждающаяся в деньгах семья. Ребенок, лишенный приятных мелочей в детстве, будет стремиться к материальным благам. И достаток будет для него счастьем. Если же в семье дорожили детьми, счастьем будет воспитать своих малышей. Так что, хотите узнать, в чем для вас заключается счастье, и почему именно в этом? Вспомните свое детство. Если они правы, человеку свойственно прислушиваться к мнению толпы. Как часто такое случается в жизни? Человек тянется к одному пути, но окружающие влекут его на другую, чужую дорогу. Мы слишком часто прислушиваемся не к собственным желаниям, а к общественному мнению. Когда-то, например, профессия парикмахера считалась не слишком-то престижной. И даже если мальчики-девочки отойти не могли от чужих волос, творяя из них нечто невообразимое, многие из них в итоге стали бухгалтерами, инженерами или учителями. Потому как окружающие высказывали свое не слишком-то позитивное мнение о такой деятельности. И такое случается сплошь и рядом. Мы хотим сделать что-то одно, а делаем совершенно другое. Потому что нам так посоветовали. Разумеется, особого счастья от этого не испытываем, ведь наши желания не осуществляются. И кто в этом виноват? Проще всего свалить вину на окружающих. Ведь это они и посоветовали идти в техникум, а не в вуз, устроиться на перспективную, но скучную работу, сойтись в законном браке с порядочным и надежным, но нелюбимым человеком и прочее. Практически каждый из нас когда-либо прислушивался к чужим советам, не в силах отстоять собственное мнение. И к определенному возрасту мы приходим в состоянии полнейшей неудовлетворенности собственной жизнью. Почему так? Да потому что, по сути, мы предали себя самих. В угоду мнению окружающих мы отказались от собственного пути. Мы могли реализоваться и в карьере, и в семейной жизни, и не испытывать от этого счастья потому, как не та работа, не тот человек рядом. Что с этим можно и нужно сделать? Возьмите на себя ответственность за собственную жизнь. Если вы хотите рисовать или петь, дерзайте. Даже если не достигнете серьезных успехов на избранном вами поприще, вы получите удовольствие от самого процесса. Помните, окружающие вас люди такие же, как вы. И задумайтесь, почему вы прислушиваетесь к ним, а не к себе. Ведь вам лучше знать, что со своей жизнью делать. Итак, почему мы прислушиваемся к окружающим? Вот несколько самых распространенных причин. Если 2-3 человека говорят, что я не прав, значит это действительно так. А вам не приходило в голову, что многие люди мыслят стереотипами? Успеха же добиваются прежде всего те, кто умеет делать собственные выводы. Принимать свои решения и совершать нестандартные поступки. Все так делают, и я должен поступать именно так. Ну, здесь все еще проще. А если все решат с моста спрыгнуть? Вы никогда не сбегали с уроков, потому что все так делают. А не было ли такого, что данный конкретный урок вы бы посетили с удовольствием? Так зачем же следовать за толпой? Помните, каждый человек — личность, и каждый из нас имеет полное право на принятие собственных решений. Меня не поймут и не одобрят. Но простите, а действительно ли вам нужно одобрение? Если вы не чувствуете удовлетворение собственной жизнью, ощущаете себя несчастным человеком, но поступаете, как одобрят окружающие. Может быть, имеет смысл хотя бы попробовать сделать что-либо, что доставит удовольствие именно вам? Подведем итоги. Не стоит идти по чужому пути просто потому, что окружающие советуют это. Будьте личностью, выбирайте свою дорогу, и вы увидите, насколько изменится ваша жизнь. Все не так. Судьба всегда несправедлива к вам. А почему? Жизнь несправедлива. Скажите, как часто вы сами обвиняете судьбу-злодейку в не слишком привлекательных обстоятельствах? А насколько глобальны ваши обвинения? Жизнь просто несправедлива к вам в отдельных ситуациях или вообще не удалась? И что было бы, если бы вы не стали связываться с теми, или иными людьми? Вы устроились бы на другую работу. Пошли бы учиться, куда хотелось, а не туда, куда вас поступили. Идем дальше. Если бы вы родились в другой семье с большим достатком? В другом городе, например, в Москве или Питере? В другой стране? Итак, вы считаете, что судьба не дает вам всего, что дать должна. Жизнь несправедлива, и побеждают почему-то люди значительно менее этого достойны. Не правда ли? И начальник ценит недавнего шкалера больше, чем вас, заслуженного и опытного профессионала. Сплошная несправедливость кругом. Маленькое отступление. Вы действительно хотите стать счастливым человеком? Действительно мечтаете получать от жизни удовольствие и радость? Если да, то продолжим. Готовьтесь удивиться. Судьба и жизнь справедлива. Да, да, действительно так. И дает нам ровно столько, сколько мы можем унести. Так что если вас не повышают по службе, вы, скорее всего, не справитесь пока с новой должностью. И если у вас не растут доходы, вы не сумеете крупными суммами правильно распорядиться. Что же делать? Работать над собой, конечно. Прежде всего, отучаться обвинять судьбу во всех своих неудачах. Помните, вы сами несете ответственность за свою жизнь и свой выбор. Вы выбираете, быть вам счастливым или несчастным. Получать от жизни удовольствие или ловить оплеухи. И не стоит обвинять жизнь в своих несчастьях. Мало того, это бессмысленно. Так окружающий мир еще и обидеться может. Ведь изначально он добр. А если постоянно видеть его злым и некомфортным, что из этого хорошего выйдет? Пова четвертая. Так что же мешает нам жить? Вы задумывались когда-нибудь над вопросом, а счастливы ли вы? Всегда или редко? Или вообще не ощущаете удовольствия от этой жизни? Чего-то постоянно не хватает. Все люди стремятся к счастью. Мы все хотим испытать радость от своего бытия. Только вот всегда есть какое-нибудь загадочное «если». «Если у меня появится возможность поехать на Гавайи?» «Если бы мы получали много денег, если бы...» «Вот тогда мы бы испытали чувство полного удовлетворения жизнью». «Действительно ли это так?» «И вообще, что мешает нам быть счастливыми здесь и сейчас?» «Почему мы постоянно откладываем на потом состояние душевного покоя и равновесия?» «Давайте разберемся». «Денег нету. Что делать?» «Деньги — зло. Приходишь в магазин, и зла не хватает», — говорит народная мудрость. «Не в деньгах счастье», — вторит другая. «А современный человек добавляет в их количестве». «Деньги. Большинство из нас от них серьезно зависит. И понять людей можно. Ведь при отсутствии шуршащих купюр в кошельке ни за квартиру не заплатишь, ни обновку не купишь. Даже на билетик в трамвае и то деньги нужны. Не потому ли большинство людей стремится к материальному благосостоянию?» «Возможно. Только вот так ли много нам нужно, как кажется?» «Вы когда-нибудь задумывались над этим вопросом? Не слишком ли большое значение мы придаем деньгам и связанным с ними привилегиями? Почему многие из нас мечтают о миллионах? Но знаете ли вы, что будете с ними делать? Много вопросов, не правда ли? И это оправданно. Ведь деньги действительно нужны. Для удобства и комфорта, для сохранения здоровья, для обеспечения детей и помощи престарелым родителям. Практически все в материальном мире требует оплаты. Жизнь дорожает, а деньги дешевеют. Опять же, если у вас нет денег на семью и детей, вряд ли вы сможете испытать чистое и незамутненное счастье. В итоге мы получаем парадокс. Без денег мы чувствуем себя несчастными, а получив их, не чувствуем себя счастливыми. Почему так? Все просто. Не стоит делать из денег воплощение счастья. Рано или поздно это приведет к печальным последствиям. Вы осознаете, что деньги не приносят вам ожидаемого морального удовлетворения, а смысл жизни скучноватым. К тому же стало зарабатывание денег. Денег в идеале должно быть достаточно для комфортной жизни. Но ставить во главу угла материальное благополучие неправильно. Потому как этим самым вы создаете зацепку. Что это такое? Когда ваше внутреннее я постоянно прокручивает мысль, денег мало, где бы их взять побольше, тем самым вы испытываете беспокойство. А когда мы беспокоимся, то становимся значительно менее деятельными и продуктивными. Вот и посудите сами, вместо того, чтобы искать пути улучшения материального состояния, вы героически обдумываете это самое материальное состояние. Ничего хорошего из этого, как правило, не получается. Итак, подведем итоги. К деньгам не следует относиться как к самоцели, к единственной радости в жизни, к предмету поклонения. Зависимость от денег может сделать из вас раба. О каком счастье в жизни тогда может идти речь? Можно и нужно воспринимать материальные блага, в том числе и деньги, с таких позиций. Деньги открывают перед нами многие возможности. С помощью материальных благ вы можете получить от жизни удовольствие. Обладая средствами, вы можете сделать что-то хорошее и увлекательное. По свидетельству лауреата Нобелевской премии по экономике Дэниэла Каннемана, вы можете за деньги купить кусочек счастья. Последний пункт, давайте разберем подробнее. Как это возможно? Счастье за деньги. Одна из составляющих счастья – яркие запоминающиеся моменты. А их вы можете получить за деньги. Например, потратьте определенную сумму на путешествие, о котором давно мечтали. Или позвольте себе милую безделушку. Иногда это действенный способ поднять настроение. Опять же, милые дамы очень часто сбрасывают стресс с помощью похода по магазинам. Так что метод действенный. Они все неправы. Почему окружающие вызывают наше раздражение и как с этим бороться? Не слишком хорошо, если мы считаем окружающих правыми всегда и во всем, и отказываемся от возможности иметь собственный взгляд на мир. Но не намного лучше и обвинять окружающих в том, что они ведут себя неправильно. А такое случается нередко. Ведь порой нам кажется, что только и исключительно наша картина мира правильная и заслуживающая признания. Так ли это на самом деле? Для вас возможно. Для вас снег белый, а ветер холодный. А вы знаете, что северные народности различают до 40 оттенков снега. Белого. И после этого вы сможете сказать, что их картина мира неотличима от вашей? Каждый человек уникален. Даже рассказывая о простейшем, казалось бы, событии, вы не можете быть уверены, что вас поймут именно так, как нужно. Подумайте сами. Даже понятие «дом» для всех разное. Для вас это может быть семейный круг, куча родственников, чаепитие с пирогами. Для кого-то обшарпанная комната в общаге, для другого – место, связанное с конфликтами и семейными разборками. И это касается практически всего. То, что важно для вас, может не иметь никакого значения в жизни другого человека. Тогда почему вы считаете правыми только самих себя? Давайте посмотрим, к чему подобная позиция может привести. Убежденность в собственной правоте может быть полезна в ряде случаев. Например, если вы руководитель, прекрасно знающий свое дело и готовый отвечать за принятые вами решения. Тогда, безусловно, уверенность в собственной непогрешимости – одна из основ победы, достижения цели. Или если вы выступаете, например, на собрании и должны убедить в чем-то группу людей. Если вы сами не уверены в высказываемом, вряд ли сможете завербовать сторонников. В остальном же, допустим, вы считаете, что ваше знакомое неправильно воспитывает ребенка. И продукт, так сказать, этого воспитания вызывает ваше раздражение своей шумностью, неусидчивостью и упрямством. Что при этом происходит? Вы раздражаетесь, испытываете злость, агрессию, а значит, ваше эмоциональное состояние становится далеким от позитивного, нестабильным. И отыскать в своей жизни кусочек счастья будет значительно труднее. Вы пытаетесь самостоятельно воспитать ребенка в те редкие моменты, когда его видите. А это приводит к раздражению мамы. Более того, ребенок начнет избегать вас и воспринимать как не слишком приятного человека. Уважать вас за жесткость не начнут, можете не надеяться. Вы стараетесь убедить знакомую в том, что она неправильно воспитывает ребенка. Но это ее ребенок, и она его видит постоянно. Она лучше знает, как его воспитывать. И самое главное, она тоже убеждена в своей правоте. А в итоге, в лучшем случае, вы поссоритесь с приятельницей. Как вы считаете, игра стоит свеч? На то, что вы ребенка перевоспитаете, можете не рассчитывать. А в остальном, позитивных результатов у вашего стремления переделать мир просто нет. Так стоит ли терять время, тратить нервы и душевные силы на заведомо непродуктивное занятие? Запомните, переделать в этом мире вы можете только самих себя. Как свидетельствует народная мудрость, если вы не можете изменить ситуацию, меняйте свое к ней отношение. Для начала просто попытайтесь отстраниться, не включаться в любую раздражающую вас сцену. Смотрите со стороны, как будто вы в зрительном зале, а на сцене идет спектакль. Вы же не станете помогать от Элла душить Дездемону, правда? И помните, каждый из нас имеет полное право на собственное мнение, на свой выбор и на свои поступки. И мы все несем ответственность за принятые нами решения. Не вмешивайтесь в чужие жизни, не пытайтесь без необходимости изменить картину мира окружающих. Подумайте, если все вокруг неправы, может быть дело в вас самих? Очень многим из нас жизнь портит ожидание всевозможных гадостей. Это несложно объяснить. Мы боимся за себя и близких нам людей. На самом деле потребность в безопасности – одно из необходимых условий существования человека. Разумеется, мы не можем быть вполне счастливы, если вокруг нас существуют опасности, или кто-то из наших близких находится в критической ситуации. Но и доводить ситуацию до абсурда тоже не стоит. Нет, ведь большинство людей прилагают массу усилий не только, чтобы избежать реальных опасностей, но и предотвратить нежелательные с их точки зрения события. Даже если эти события могут никогда не наступить, мы заранее о них беспокоимся. Тем самым мы отравляем жизнь себе и нередко своим близким. Популярный психолог Дэйл Карнеги так говорил об этом. Надо перестать беспокоиться и начать жить. Помните, страх чаще всего неконструктивен. Он зарождается не под воздействием объективных опасностей, а исключительно по воле вашего ума. Людям свойственно бояться неизвестности, поскольку все непонятное кажется опасным. И в умеренной степени страх помогает нам собраться, проявить все спящие качества. Но если опасения становятся большей частью вашей жизни, вы просто не можете наслаждаться существованием. Помните, мир не настолько опасен, каким кажется. И прежде чем беспокоиться о чем-то, подумайте, действительно ли все так страшно. Не стоит прежде времени терзать собственные нервы. Зависть А у соседа лучше зависть и связанные с нею проблемы Зависть Одно из самых разрушительных, негативных чувств человека по отношению к окружающим, обладающим какими-либо материальными или нематериальными ценностями. Одержимый завистью практически не способен собраться с силами и попробовать заработать нечто, чем обладает объект его зависти. Зато завидующий нередко мечтает, чтобы предмет зависти лишился того, чем обладает. Зависть как таковая всегда непродуктивна. Если вы стремитесь заработать для себя то или иное благо, существующее у другого, о зависти уже нет и речи. Если вы обратили внимание, например, на новый ремонт у соседа и сказали себе, что сделаете себе такой же, это не зависть. В повседневном обиходе нередко подобное называется белой завистью. А принцип «пусть у соседа корова сдохнет» черной завистью. Но на деле зависть одна. Это чувство, согласно которому вы обижаетесь на весь мир. Почему у соседа работа лучше, жена крашит, дети воспитание? Почему у друга квартира больше, машина новее? Зависть помешает вам переключиться на, скажем, зарабатывание денег, обретение знаний, построение собственного жизненного пути. Между прочим, склонность завидовать говорит о заниженной самооценке. Как следствие, при заниженной самооценке люди менее склонны испытывать чувство счастья. Смотрите, завидовать человек начинает в том случае, если подсознательно считает, что ему того или иного блага не добиться собственными силами. Следовательно, и пытаться не имеет смысла. Но хочется же! Тут и начинается разрушение себя изнутри. А поскольку при заниженной самооценке мы хотим ее повысить, хотя бы в глазах окружающих, мы начинаем доказывать им, что обладатель блага, человек нехороший и не слишком честный. Зависть — это своего рода порочный круг, который не привносит в нашу жизнь ничего хорошего. Завидуя, вы не испытываете счастья, ведь у вас не останется сил на постановку цели и стремления к ней. Зависть деструктивна, разрушительна. Помните об этом. Как с этим бороться? Поднимайте самооценку. Не получается самостоятельно, можете обратиться к психологам. Когда ловите себя на зависти, попробуйте порадоваться за человека. Вместо «у соседа дом лучше», «вот гад наворовался», скажите, «какой красивый и богатый дом!» «Молодец, сосед, вот поднакоплю себе, такой сделаю». На первых порах это будет непросто. Но таким образом вы сломаете стереотипы, сложившиеся в вашем подсознании. Строите свои планы, ставьте цели и добивайтесь результатов. Если жизнь не удалась... Возможно, нам нравится быть несчастными? Или мы просто боимся почувствовать себя счастливыми? К этому выводу вольно или невольно приходишь. Ведь сколько вокруг нас всевозможных факторов крутится, которые мешают нам найти свой путь к счастью. И денег-то мало. И окружают нас люди интеллектуально несовершенны. А еще личная жизнь не сложилась. Работа плохая. Родные зачем-то внимание требуют времени, ни на что не хватает. Да мало ли проблем мы можем себе придумать, лишь бы не становиться счастливыми. Итак, что делать, если по-вашему жизнь не удалась? Сидеть и тосковать? Или все же менять эту самую жизнь? На наш взгляд, второй путь куда более конструктивен. В самом деле, каждый из нас вправе искать пути для самореализации. Если вас что-то не устраивает, подумайте, можете ли вы это что-то изменить. И меняете. С чего начать? С понимания самих себя, разумеется. Найдите немного времени. Возьмите лист бумаги и ручку. И задумайтесь, что вас не устраивает в вашей жизни. Причины, безусловно, найдутся. А теперь записывайте их на листочек. Следующий этап. Чего бы вы хотели? Пишите, все пишите. Таким несложным способом вы можете лучше понять себя, свои стремления и притязания. А теперь приступайте к изучению записанного. Что вас не устраивает? Вторая половина вас не понимает? Подумайте. Почему так? Может быть, вы недостаточно внятно объясняете свои желания? Или вообще о них молчите? А почему кто-то должен читать ваши мысли? А может быть, вы просто совсем разные? И что произойдет, если вы решитесь развестись? Кто-то осудит? Или не переживет такой драмы? Копайте как можно глубже. Переходим теперь к пункту с притязаниями. Чего бы вам хотелось? Больше денег? Так, ищите дополнительный заработок, подработку. Что вы умеете делать? Ведь каждый из нас что-то да умеет. Вышивать крестиком? Выпиливать по дереву? Может быть, чинить компьютеры? Так оторвите пятую точку от стула и поинтересуйтесь, а вдруг вашему ближайшему окружению такие специалисты жизненно необходимы? Мечтаете рисовать акварелью? Как минимум отправьтесь в магазин и купите краски, кисточку и бумагу. Пусть первые ваши акварели будут больше похожи на детсадовские каляки-маляки. Вам пока не на выставку идти. Потом можно и об обучении у профессионалов задуматься. Жаждете стать оперным певцом? А слух с голосом имеются в наличии? Если нет, можете научиться петь для себя. В общем, изучите список. Можете взять дополнительный лист бумаги и написать план по изменению собственной жизни. Скажем, на ближайшую неделю. И строго следовать плану. Вместо того, чтобы страдать, наслаждайтесь жизнью. Вы очень скоро почувствуете разницу. Глава пятая. Три кита счастья. Счастье. Что это такое? Когда всю ночь маешься от дичайшей зубной боли, переносишь не слишком приятную встречу с донтистом и... Боль уходит. Эту эйфорию можно назвать счастьем. Более того, состояние облегчения очень легко почувствовать. Счастье большинства людей также заключается в здоровье и благополучии близких. Но, что парадоксально, многие из нас воспринимают такое простое бытовое счастье только после какого-либо стресса. Например, родной человек неожиданно столкнулся с серьезной проблемой, и мы за него переживаем. Когда же проблема разрешилась, испытываем облегчение и счастье. Счастье в мелочах. Выпить бокал холодного сока в жару. Съесть что-нибудь вкусненькое. Счастье успешно сдать экзамены или достичь поставленной цели. Но успеваем ли мы им насладиться? Оно ускользает каждый раз. Исчезает стремительно. Казалось бы, вот оно, достижение желаемого. И до счастья рукой подать. Но снова появляются стремления и мечты. Вновь жизнь кажется не слишком привлекательной штукой. Так как же обрести это неуловимое счастье? На самом деле не слишком-то сложно. Но и совсем непросто. Ведь вам предстоит работать над собой. А менять себя давно замечено значительно сложнее, нежели окружающий мир. Итак, давайте попробуем получить кусочек счастья. Сквозь розовые очки. Позитивное восприятие. Первый шаг к счастью. Очень часто мы сами портим себе жизнь. Замечая только наиболее неприглядные стороны реальности. На улицах мусор, жара и мухи. На природе все тот же мусор, чьи-то шумные и невоспитанные детишки и пьяные компании. В транспорте сплошь нахалы и хамы. Окружающие ничего в этой жизни не понимают, но строят из себя невесть что. Начальник, само собой, не вполне разумное существо. Ну и так далее. Есть народная мудрость. Если вы не можете изменить мир, измените свое отношение к нему. И это действительно так. Ведь по сути мы властны только над самими собой. Обстоятельства нам чаще всего не подвластны. Итак, начинаем менять себя. С чего проще всего? Да с восприятия реальности. Да, да, и решившись на такой шаг, вы очень скоро почувствуете, насколько проще вам станет жить в этом мире. Исследователи давно выяснили, что так называемые оптимисты, те, кто смотрят в будущее с улыбкой и надеждой, имеют более высокую продолжительность жизни и более крепкое здоровье. С помощью оптимизма и доброты вы не только увеличите продолжительность своей жизни, но и сможете менять реальность. Окружающая нас действительность ведь в чем-то подобна зеркалу. Она отражает наше восприятие. Вспомните, у каждого в жизни такое бывало. Выходишь на улицу мрачный, в плохом настроении, и все вокруг кажется серым. И люди-то противной гадостью о тебе думают. И другой эпизод. На подъеме, в хорошем настроении выходишь, а окружающие-то тоже какие-то радостные, и мир прекрасен, и солнышко особенно ярко светит. Итак, надеваем розовые очки и начинаем выращивать в себе оптимистов. Между прочим, самое простое. Купите себе солнечные очки с розовыми стеклами и иногда смотрите на мир через них. Вы удивитесь, насколько изменится ваше восприятие объективной реальности. А теперь сложнее. Займемся собой. Как это сделать? Поначалу непросто. Как только видите что-либо раздражающее вас, постарайтесь перебить это впечатление чем-то радостным. Бутылки на газоне. Зато как искрится солнце в стекле. А газон-то густой и такой зеленый. Ребенок невоспитанно орет. Ничего подобного. Человек проявляет свое я, демонстрирует эмоции. Начальник орет. Хорошо не дерется. А представьте себе, как возмущенный, брыжущий пеной руководитель кидается на своих сотрудников с кулаками. Забавная картинка получилась, не правда ли? И так далее. На самом деле упражнение это не самое простое. С его помощью вы перестраиваете свое сознание. Учитесь видеть в жизни не только плохое. И счастливыми себя ощущать будете значительно чаще. Ведь, по сути, для счастья порой достаточно мелочей. Улыбка симпатичной девушки, красивый цветок, неожиданно выросший на газоне. Душевный покой. Фигура речи. Что такое душевный покой? Это прежде всего отсутствие беспокойства и суеты. Ощущение цельности с окружающим вас миром. Душевный покой не слишком сложно обрести, значительно тяжелее его удержать. Потому как раздражающих факторов вокруг нас множество. Но нужен ли он лично вам, этот самый душевный покой? Думайте сами. Если вы обретете душевный покой, вы станете гораздо более восприимчивым к позитивным событиям. Будете чаще испытывать чувство удовлетворения от жизни. И жизнь шагнет к вам навстречу. Итак, каким образом нам нащупать этот самый душевный покой? Особенно если проблем вокруг не то, что по горло, а вообще выше крыши. И о каком таком покое может идти речь? Прежде всего, попробуем уменьшить масштаб наших проблем. Упражнение первое. Особенно подходит для визуалов. Представьте себе космос. Бескрайний, безграничный. Проще всего это сделать, если наблюдать за звездным небом. Представьте, что одна из звезд – это вы. Ощутите себя звездой. Тяжелой, далекой. И посмотрите со звезды на Землю. Видите ее? Разумеется, нет. Невооруженным взглядом. Ведь звезды, видимые нами, значительно больше, чем наша Земля. Берете подзорную трубу. Теперь видите? Маленький голубой шарик. В огромном и бескрайнем космическом пространстве. Приближаем воображаемую Землю. Уже можем рассмотреть материки, неровные изгибы земной коры. Приближаем еще и еще. Теперь вы можете увидеть даже свой город, как на картах, горошинкой. Следующий этап – найдите свой дом. А потом себя. Ну как? Масштабы. Впечатляют? Вселенная. И вы. А вокруг едва заметны и проблемы, и трудности. Какие, собственно, у вас проблемы по вселенским-то масштабам? Следующее упражнение подойдет практически всем. Возьмите за хвостик особо тревожащую вас проблему и начинайте доводить ее до абсурда. Зарплату не платят уже целую неделю, хотя обещали. Представьте, что ее не заплатят еще месяц, два, три. Что произойдет? В самом худшем варианте. Вы не найдете другую работу, не сможете платить за жилье, покупать одежду и еду. В итоге вас выгонят из квартиры, лишат всех благ цивилизации. Пережили ситуацию? А теперь посмейтесь над собственными страхами. И сразу станет легче. Таким образом можно работать со всеми проблемами и задачами. Эти упражнения действительно упростят вашу жизнь. А теперь следующий этап. Почувствуйте себя частицей этого мира. Любимой частицей. Неважно, верите ли вы в богов и в каких именно. Но если нас создали боги, значит они нас любят. Почему? Смотрите. Когда вы что-либо создаете, например, вышиваете бисером, вам нравится ваше занятие. И получившийся результат тоже. И вы вешаете его на стенку, любуетесь им, стряхиваете пыль. Проведите аналогию. И неважно, насколько вы успешны, создатели любят вас искренне и безусловно. Полюбите себя тоже. Земля дает нам ресурсы, чтобы мы могли кормить себя и своих детей. Значит, она тоже к нам неплохо относится. Так почувствуйте себя частицей среды, благоприятной для вашего роста, развития и самосовершенствования. Каким образом? Очень просто. Сядьте или лягте. Расслабьтесь и вслушайтесь в мир. Шумы, звуки, запахи. Услышьте, почувствуйте их. Теперь прислушайтесь к физическим ощущениям. Поверхность, к которой вы прикасаетесь, гладкая или шершавая? Теплая или прохладная? А может быть, почти горячая? Может быть, по вашей коже гуляет прохладный ветерок или солнце пригревает? Какие ощущения вы испытываете? Отрешитесь от всех мыслей и отдайтесь физическим ощущениям. Минут пяти вам вполне хватит. Вы почувствуете себя более спокойным и счастливым. Ключи к счастью. Как работать с якорями? А вы знаете, что счастье можно заякорить? Да-да, и это не фигура речи. Вы сами можете создать островки счастья и возвращаться к ним по мере необходимости. Например, когда что-то не получается и жизнь кажется беспросветной. И сделать это не слишком сложно. Итак, начинаем строить свои островки счастья. Прежде всего, погрузитесь в себя и вспомните самые-самые яркие, позитивные эпизоды в своей жизни. Вы сделали что-то лучше всех? Получили неожиданный подарок? Осуществовали давние планы? Вспоминайте. А может быть, еще в школе удачно справились со сложной задачкой и учитель похвалил вас? Ищите такие события в своей жизни, маленькие, но яркие и запомнившиеся. Вспоминайте их как можно более ярко. Можете записывать в специальном блокноте. Есть одна тонкость. Вы должны не просто вспомнить счастливый эпизод из прошлого, но прожить его заново, как бы проиграть в собственном сознании. Ощутите происходившее когда-то, как сейчас. Попробуйте его на вкус. Воспроизведите запахи, звуки, все-все. Это будет полезно. Особенно удачно, если у вас получится отыскать в событии какую-то яркую мелочь. Запах одеколона, вишни или костра, белый бант одноклассницы, да что угодно. Чтобы не заниматься повторными раскопками в глубинных памяти, можете записывать воспоминания. А в случае необходимости просто пролистывать свои записи. А если удастся найти запах, ассоциирующийся у вас с радостью, ему цены не будет. Плохое настроение? Включайте позитивные ассоциации, и депрессия, вильнув хвостом, сбежит. Между прочим, помимо ваших уникальных ключей к счастью, существуют еще и общепринятые. Вам грустно? Съешьте шоколадку или банан. Поставьте на стол вазу с апельсинами, и маленькие солнышки отгонят от вас тоску. Примите расслабляющую ванну. И вообще, займитесь с собой. Согласитесь, это не так уж сложно. Почему бы не ощутить себя более счастливым? Глава шестая. Не душой единой. Не только психологи, философы и вообще личности творческие задавались вопросом о том, что же такое это неуловимое счастье. Ученых этот вопрос тоже интересовал. Медики охарактеризовали состояние счастья со своей точки зрения. С позиции медицины, счастье вызывает наличие в крови гормонов эндорфина, серотонина и дофамина. При наличии в крови этих веществ человек испытывает эйфорию, которую и называет счастьем. Эти гормоны даже называют гормонами счастья. Так что не только психическое, но и физическое состояние влияет на качество жизни. Вспомните, наверняка вам доводилось испытать чувство счастья из-за какой-то мелочи. Например, съеденной шоколадки. Дамы нередко избавляются от депрессивных состояний и стрессов с помощью сладкого. Мужчины в спортзалах сгоняют не только излишки жировых отложений, но и стрессы. Еще с глубокой древности известно изречение «в здоровом теле – здоровый дух». Наше психическое состояние и в самом деле в немалой степени зависит от физического. Подумайте сами. О каком счастье идет речь, если вы голодны, плохо себя чувствуете, не слишком-то нравитесь себе в зеркале. Конечно, посредством психологических упражнений можно вызвать в себе позитивное отношение к жизни. Только надолго ли его хватит? Так что не только к психике стоит относиться бережно и внимательно, но и про физические потребности организма забывать не нужно. В здоровом теле – здоровый дух. Счастье и впрямь очень сильно зависит от нашего физического состояния. Поэтому, чтобы счастье не ускользало от вас, нужно следить за своим здоровьем. Между прочим, здесь отмечается своего рода замкнутый круг. Чем более вы склонны к депрессиям, чем более негативно настроены по отношению к миру, тем больше шансов заболеть. Позитивное же отношение к реальности во многих случаях лучше всяких таблеток. Давно было замечено, что оптимисты легче переносят заболевания и быстрее идут на поправку. Так что учитесь радоваться жизни. И физические нагрузки человеку необходимы. Без них мышцы становятся вялыми и общее физическое состояние ухудшается. Не верите? А попробуйте в течение суток лежать. Просто лежать в кровати. Вставая только и исключительно по острой необходимости. Как вы себя на следующий день почувствуете? Вялость, расслабленность и утомленность. Или желание действовать, бегать, прыгать. Итак, физические нагрузки нам нужны. Более того, они полезны не только для тела, но и для нашей психики. В процессе бега или занятий на тренажерах вы обновляете свою энергию. Сбрасываете последствия стрессов. Если вы чувствуете себя несчастными, иногда достаточно совершить утреннюю пробежку по свежему воздуху или позаниматься в спортзале. И вы испытаете приятную усталость, радость и оживление. Между прочим, на рассвете, и это доказано учеными, вставать полезно. Организм получает определенные вещества, посредством которых вы можете достичь состояния счастья. Если вы периодически испытываете состояние стресса, нервного напряжения, займитесь спортом. Время на это всегда можно найти. Помимо хорошего настроения, вы усовершенствуете фигуру. Бег, легкая атлетика, игровые виды спорта – все это повышает настроение, улучшает физическую форму и позволяет избежать множества заболеваний. Особенно важны периодические физические нагрузки, если работа у вас сидячая. Даже неспешная прогулка по парку способствует вырабатыванию эндорфинов. Погуляйте с друзьями вместо того, чтобы сидеть перед компьютером или телевизором. Ведь вам хочется стать счастливыми. На самом деле, счастье – это просто. Заботьтесь о своем здоровье, занимайтесь спортом и получайте от этого удовольствие. Реализуйте себя в жизни и будьте счастливы. Спокойной ночи или важный элемент для нормального самочувствия. Спать полезно. Во сне мы отдыхаем и расслабляемся. Во сне мы перерабатываем информацию, полученную за день. Длительная бессонница – это стресс для организма, который может привести не только к развитию депрессии, но и ко всевозможным нервозам и психозам. Если сна нам не хватает, мы нередко начинаем чувствовать себя несчастными, уставшими и вымотанными. Что делать? Отоспаться в течение какого-то времени. Вашему организму нужен полноценный отдых. Как улучшить качество сна? Прежде всего, спать лучше всего в проветриваемом помещении. Воздух в спальне должен быть прохладным. Постельное белье мягким и свежим. Не стоит ложиться спать прямо в одежде, так вы помешаете своему телу полноценно отдохнуть. Не стоит наедаться перед сном. Идеально, если перед сном вы примете теплую ванну с расслабляющими маслами или просто постоите под теплым душем. Неспешная прогулка за полчаса до сна умиротворяет и способствует быстрейшему засыпанию. Физиологи утверждают, что нам следует спать не менее 8 часов в сутки. Но это процесс индивидуальный. Возможно, вам достаточно 5-6 часов, и вы почувствуете себя отдохнувшим. А может быть и половины суток не хватит. Прислушивайтесь к себе. Если у вас свободный график, можете попробовать придерживаться собственных биологических ритмов. Каким образом? В течение дня существуют такие моменты, в которые организм с удовольствием бы отдохнул. Вы испытываете сонливость, утомленность. Глаза сами закрываются. И если найти возможность подремать в такой момент, вы очень быстро восстановитесь. 15 минут или получаса вполне хватит. И ночного сна при этом вам потребуется значительно меньше. Также по возможности не стоит себя ломать, если вы относитесь к жаворонкам или совам. Жаворонкам сложно засиживаться до полуночи, зато встают они с рассветом. Совы, напротив, готовы спать, если не до обеда, то хотя бы до завтрака. Но лечь раньше полуночи для них мучительно. И если у вас есть такая возможность, живите в собственном ритме. Итак, сон очень важен для вашего здоровья, хорошего самочувствия и прекрасного настроения. Но иногда и лишение сна может привести к выходу из затяжных негативных эмоциональных состояний. Например, в ряде случаев депрессии лечатся посредством депривации сна. Что это такое? Лишение. Отсутствие сна. Вы просто переходите на несколько иной ритм. Спите от 8 до 10 часов в двое суток. То есть не спите день, ночь и еще день, после чего ложитесь спать. Практикуя такой метод, вы заметите изменение сознания, более спокойный и позитивный настрой по отношению к жизни. Но не стоит заниматься депривацией сна, если у вас проблемы с психикой, если у вас проблемы со здоровьем, если вам предстоит тяжелая работа, особенно требующая внимания и сосредоточенность. После бессонной ночи сконцентрироваться на чем-либо очень непросто. Такое маленькое счастье Счастье не столь глобально, каким кажется. Порой оно складывается из мелочей. Иногда достаточно позволить себе что-либо незначительное, и вы почувствуете себя счастливым. Вспомните, сколько удовольствия получаешь, если после мучительной диеты позволить себе съесть пирожное. Выспаться, наконец. Может быть, просто потянуться после целого дня сидячей работы. Счастливая жизнь складывается не только из самореализации, успешных действий и исполнения желаний. На самом деле ее основа – мелочи, приносящие радость. Когда вы научитесь получать удовольствие от самых незначительных событий, вы увидите, насколько сильно изменится ваша жизнь к лучшему. Из маленьких каждодневных кирпичиков вы построите свой собственный дворец радости. По большому счету, человеку нужно немногое. Все остальное мы требуем и жаждем в угоду обществу, социальному устройству и комфорту. Конечно, социальный статус – это неплохо, но не в угоду маленькому, личному счастью. И главный секрет обретения счастья живет внутри вас. Мы слишком часто действуем на автомате, не задумываясь о том, что нам действительно хочется. Едем домой на транспорте, хотя погода замечательная, и ее можно насладиться, прогулявшись пешком. Покупаем в магазинах привычный продуктовый набор, даже если хочется экзотических фруктов. Подумайте, что доставит лично вам удовольствие. Прислушайтесь к себе. Доставляйте себе маленькие радости. Самое главное в этом случае – понять, чего вам хочется в данный момент. Может быть, мороженое? Как в детстве. Или прогуляться по парку. Маленьких желаний, несложных в исполнении, великое множество. Так почему бы не начать строить свой собственный дом счастья? Между прочим, вы можете обратиться к опыту детей. Ведь дети большую часть своей жизни счастливы. Они умеют находиться в состоянии радости. Вспомните себя в детстве. Итак, несколько советов по строительству своего маленького счастья. Думайте о том, чем занимаетесь в данный момент. Вы живете здесь и сейчас. И не позволяйте себе экскурсов в не слишком радостное прошлое. И заглядывание в смутное будущее. Встречаясь с друзьями, наслаждайтесь общением с ними и не думайте о проблемах на работе. Иногда, чтобы наслаждаться жизнью, необходимо на время забыть о неприятностях. В конце концов, вы не решите своих проблем, постоянно прокручивая их в сознании. А значит, отпустите на время. Дайте себе отдохнуть. Займитесь творчеством. Творчество способствует развитию воображения, снятию стресса, самореализации. Рисуйте, вышивайте бисером, выжигайте по дереву, да просто мечтайте. Это полезно. Человек, научивший пользоваться своим воображением, может с большим успехом раскрыть свой внутренний потенциал. Фантазируя, вы открываетесь новым возможностям. Верьте в себя. Верьте в невозможное. Ничего невозможного в этом мире нет. Почитайте биографии великих, и вы в этом убедитесь. Обычные люди достигали невероятных высот в этой жизни. А почему бы и вам не сделать это? Здесь главная безусловная вера в себя и свои возможности. Помните, пока вы живы, ничего не поздно. Ведь с возрастом мы начинаем страдать на тему прожитых лет, думать о том, что все уже позади. Но изменить жизнь не поздно в любом возрасте. Безусловно, это всегда стресс, но если вы поняли, чем хотите заниматься, рискуйте. Не дайте своим страхам и стереотипам испортить вам жизнь. Жизнь — это зеркало, отражающее нас самих. Если вы видите вокруг мрачных, ненадежных типов, значит, сами что-то не то излучаете в пространство. Учитесь улыбаться окружающим, доверять людям, и увидите, как меняется мир. В большинстве своем люди добры только тщательно это скрывают. А зачем? Попробуйте открыться миру. Мечтайте и верьте в свою мечту, и она обязательно исполнится. Глава седьмая. «Маленькое счастье. Первый шаг к большому». Или практические рекомендации, как научиться быть счастливыми. Вы хотите быть счастливыми? Вероятно, да. Кто же из людей от этого откажется? Так давайте учиться. На самом деле научиться быть более счастливыми, чувствовать себя значительно лучше, не слишком сложно. Достаточно придерживаться простых рекомендаций. Ведь счастье, как мы с вами выяснили, это не только врожденный дар, но и свойство приобретенное. Мы можем воспитать в себе привычку быть счастливыми. Конечно, вы не станете ходить и улыбаться независимо от обстоятельств. Это уже явление из несколько другой категории. Но если возьмете на себя труд несколько перестроить свое восприятие реальности, то скоро убедитесь, насколько более позитивной, радостной и качественной стала ваша жизнь. Более того, вы заметите изменения и в окружающих людях. Ведь все в этом мире взаимосвязано. Давайте жить сегодня. Как часто мы себе чего-то не позволяем, откладывая на завтра. Встречу с приятными нам людьми, незначительную покупку или поход на интересное мероприятие. И на следующий день рутина нас не отпускает. Снова что-то важное для нас откладывается. В итоге на неопределенный срок. Люди вообще любят кормить себя завтраками. Почему мы так делаем? Чаще всего потому, что не хватает времени. Но времени хватает на просмотр очередного скучного сериала, на чтение примитивного детектива и прочие не слишком осмысленные занятия. При этом мы считаем себя ужасно занятыми, серьезными людьми. Но чувствуем ли мы себя счастливыми? Скажите, вы счастливы, когда смотрите телевизор? Или в очередной раз проходите все ту же компьютерную игру? Вы действительно счастливы? Подумайте, а почему вам не хватает времени, например, на общение с друзьями? Возьмите хотя бы два дня в неделю и запишите, а чем вы занимались в течение этих двух дней? Уверяем вас, вы сильно удивитесь количеству свободного времени, которого вы просто-таки не заметили. А ведь это время вы могли использовать для чего-то нужного и важного. Встретиться со старым другом, с которым никак не получается нормально пообщаться, заглянуть в гости к родителям или детям, сводить вторую половинку в ресторан или театр, прогуляться по музею или выставке какого-нибудь художника и зарядиться впечатлениями. Почему бы и нет? Между прочим, вы можете поучиться мудрости жизни у малышей. Понаблюдайте за детьми. Они чаще всего улыбаются и радуются жизни. А вы? А окружающие вас люди? Мрачное, озабоченное, унылое выражение, словно приклеено к лицам большинства людей. Но ведь детство есть и должно быть в каждом. И вы можете найти счастье в состоянии детскости. Прежде всего, учитесь жить настоящим. Очень часто мы, взрослые и серьезные люди, долго помним о плохом. Обругал начальник? До вечера плохое настроение, а то и до ближайших выходных. Наступили на ногу в метро? Придем на работу и обхамим секретаршу, ведь нас разозлили. И так далее. Но ведь если вы потренируетесь, то сможете быстро забывать о плохом событии, не хранить его в памяти. И жить вам станет значительно проще. По сути, наша жизнь здесь и сейчас. И мы должны использовать каждый момент, чтобы жить, наслаждаться существованием, радоваться, меняться. Цените настоящий момент. Прямо сейчас прислушайтесь к себе. Что вы делаете? Нравится ли вам та поза, которую вы занимаете в пространстве? Все ли вас устраивает? Почувствуйте себя живым и счастливым. Как научиться действовать и достигать поставленных целей? Ах, как часто мы употребляем это «бы». Если бы мы родились в другой семье и стране. Если бы пошли в другой вуз. Если бы... И это обычная, в общем-то, фраза, нешутошно мешает нам жить и быть счастливыми. По сути, мы жалеем об упущенных нами же возможностях. А зачем? Если вы действительно хотите стать, например, дизайнером, учитесь. В жизни существует множество возможностей, и даются они тем, кто их ищет. Почему бы не изменить свою жизнь? Что вам мешает? Неодобрение окружающих. Но они не вы. И это ваша жизнь, которую вы вправе менять. Вспомните, сколько раз вы сами отказывались от возможностей, предлагаемых жизнью. А причина тому? Страх перед будущим. По сути, большинство людей сидят в своем маленьком, уютном болотце, не заглядывая вперед. Есть дом, работа, семья. И нет счастья. С другой стороны, так все живут. А вот если бы я был миллионером, но миллионерами, как и художниками, режиссерами, великими хирургами не рождаются. Ими становятся. Лучше жалеть о том, что сделал, тем о том, чего не сделал. И в этой фразе заключена глубочайшая мудрость. Действие чаще всего лучше без действия, даже если последнее заключает в себе самые добрые побуждения. Учитесь искать свой путь, ловить шансы, предоставляемые судьбой. Что для этого нужно? Слушать себя, разумеется. Разберитесь со своими желаниями и устремлениями. Поймите, чего вы, лично вы хотите от жизни. И, кстати, не совершайте серьезнейшую ошибку, не говорите «если бы». Почему? Существует мнение о том, что Вселенная слышит наши желания и помогает в их осуществлении. Произнесенные уходят в высшие сферы и вам начинают предлагать подходящие обстоятельства для реализации ваших планов. Но «если бы» говорится впустую. Итак, что нужно помнить? Формулируйте свои желания в утвердительном ключе. «Хочу изменить свою жизнь к лучшему». «Хочу зарабатывать больше денег», «намерен достичь высот в карьере». Это просто. Достаточно пару дней акцентироваться на собственных формулировках и менять «если бы» на утвердительное и четкое желание. И вы очень скоро увидите, насколько лучше и счастливее становится ваша жизнь. Ведь мы счастливы, когда полностью реализовали свой потенциал, когда живем так, как того хотим сами. В начале было слово. В словах, особенно в словах произнесенных, заключена огромная сила. С помощью слов вы можете приблизить состояние счастья. Слова, повторенные неоднократно, закладываются в наше подсознание. С помощью аффирмаций очень просто перестроить себя, настроить на позитив и счастье. Что же такое аффирмации? Это утверждения, которые помогают вам изменить ваш образ мыслей, сформировать желаемое будущее. В таком ключе аффирмациями можно успешно пользоваться для перестройки реальности. Но прежде всего поработайте с самими собой. По сути, аффирмациями являются все наши мысли, эмоции, слова, используемые в повседневной жизни. Прислушайтесь к себе. Как вы реагируете на окружающий мир? Нередко мы, помимо позитивных утверждений, используем и негативные. От этого следует отходить и как можно быстрее. Если вы хотите изменить к лучшему свою жизнь, используйте аффирмации в позитивной форме. Например, если вы часто в жизни повторяете «какой кошмар!», вам придется перестроиться. Говорите, например, «какая прелесть!». Фраза может быть произнесена с иронией, при этом она несет тот же смысл, что и первоначально. Но в подсознании откладывается ваше позитивное отношение к жизни. И уже спустя некоторое время вы заметите, что ваш взгляд на мир становится лучше и жить вам гораздо приятнее. Помните, негативные мысли притягивают в вашу жизнь не слишком радостные события. И наоборот, радостные мысли привлекают к вам счастье. Аффирмации можете составить самостоятельно, исходя из того, чего вам в жизни не хватает. Помните несколько условий. Аффирмации должны быть краткими. Их следует повторять хотя бы пару раз в день в течение недели. Частица «не» запрещена. И секрет здесь в нашем подсознании. Оно отрицание не воспринимает. Если вы скажете «я не хочу болеть», в подсознании отложится «я хочу болеть». Как вы думаете, что будет дальше? Вот именно. Можете и проблемы со здоровьем получить. Значительно лучше сказать «я здоров». Наше желание не есть случившиеся факты. Именно поэтому, создавая аффирмации, избегайте слов «хочу», «намерен» и прочее. Говорите о своих желаниях как об уже свершившихся фактах, или в крайнем случае, как о том, чего вы достойны. Сравните. «Я намерен зарабатывать много денег». «Я зарабатываю много денег». И «Я достоин денег». Второй и третий вариант более действенны. А теперь несколько примеров аффирмаций, подходящих, на наш взгляд, любому человеку. «Я привлекаю счастье». «Я привлекаю удачу». «Я привлекаю богатство». «Я привлекаю успех». «Я выбираю жизнь, наполненную счастьем». «Гармония и счастье наполняют мою душу». «Я рожден, рождена для счастья, богатства, удачи, любви, успеха, радости» и так далее. «Жизнь приносит мне счастье». «Я притягиваю к себе успех». «Читайте аффирмации каждый день, утром и вечером, минут по десять. И очень скоро вы увидите, как меняется ваша жизнь, насколько радостнее она становится. Ведь счастье – это очень просто. Нужно в него верить, и оно обязательно будет». Глава восьмая. «Золотую рыбку вызывали психологические техники, направленные на исполнение желаний». «Наши желания исполняются чаще, чем мы себе представляем. Но откуда же берется недовольство жизнью? Почему мы придерживаемся мысли о несправедливости судьбы? Почему мы так редко испытываем полное и незамутненное счастье? Прежде всего, причина в нашей собственной памяти. Желанием свойственно исполняться, когда мы о них забываем. И мы упускаем сам факт сбывшейся мечты, ведь она потеряла для нас ценности. Либо же считаем, что исполнение желания совершенно закономерно. Ведь мы так азартно трудились на пути к цели. И еще одна причина. Нам не слишком-то нужно то, чего мы хотим. «Да-да, и так тоже случается. Недаром кто-то сказал, бойтесь своих желаний, им свойственно сбываться». Казалось бы, это же хорошо. Мечта сбылась, и можно радоваться жизни. Вот только мечтая о чем-то, мы продумываем свой собственный сценарий развития событий. А желания исполняются каким-либо другим способом. Мы же, сконцентрировавшись на пути, забываем о цели. Путь разочаровывает нас, и исполнение желания как бы остается за кадром. Итак, что нужно, чтобы наши желания исполнялись и дарили нам счастье? Правильно желать. Отказываться от желаний, исполнения которых нам не нужно. Прислушиваться к себе. А вдруг наши желания из категории «и хочется, и колется». Тогда страх может помешать его исполнению. Освоить несколько несложных психотехник. Ну что, научимся быть золотыми рыбками для самих себя? Тогда вперед! Все желания нужны. Все желания важны. Отлавливаем свои желания и структурируем их. Мы хотим всего, много и сразу. При этом не предпринимаем никаких практических шагов к нашим мечтам. Более того, мы даже не осознаем, чего собственно хотим. Но ведь нельзя получить то, чего ты не осознаешь. Разумеется, бывает и такое, что судьба делает нам подарок. Случается нечто, позволяющее нам почувствовать себя счастливыми. Но сколько еще нереализованных желаний живет в нас? И прежде чем желания начнут исполняться, нам придется с ними поработать. Заведите тетрадочку, если вы этого еще не сделали. Сосредоточьтесь и записывайте то, чего хотите. Пишите все, что в голову придет. И не фиксируйтесь на формулировках и реалистичности. Это на данном этапе совершенно не важно. Хотите банан? Полететь в космос? Получить дачу на Багамах? Стать президентом? Пишите! Следующий этап. Работа со списком. Теперь нам предстоит его структурировать. Каким образом? Отловите сиюминутные желания. Может быть, по ходу работы вы уже сможете исполнить некоторые из них. Например, съешьте шоколадку или выпейте кофе. Следующий список у нас будет включать более глобальные желания и цели. Зарабатывать больше денег или сменить квартиру на собственный дом, например. Постарайтесь выстроить желания по их глобальности. Что-то вы можете осуществить в ближайшем будущем. Для осуществления другого вам пока не хватает ресурсов. Посидите и подумайте, а действительно ли вы хотите того, что записали? Ведь записанное слово будет работать. Вы, можно сказать, письмо собственному подсознанию отправили. И оно теперь начнет подстраивать вашу жизнь под исполнение ваших же желаний. Продумайте все за и против. Представьте, каким образом ваша жизнь изменится, когда то или иное желание исполнится. Прислушайтесь к себе. Не возникает ли у вас дискомфорта? Может быть, вы не любите жару, и дача на Багамах вам не принесет особой радости? И куда лучше будет мечтать о домике в туманной Англии? И, наконец, напишите окончательный вариант ваших желаний на настоящее время. Его, разумеется, можно дополнять. Да и вычеркивать сбывшиеся мечты тоже можно. В общем, работайте со своим списком. А если вы решите желание перевести в цели, простройте свои пути к ним. Например, вы хотите сменить квартиру на более просторную. Что вам для этого нужно? Повысить доход? Вперед. Ищите подработку или новую работу. Оформить ипотеку? Почему бы и нет? И так далее. Помните, желание записывать нужно исключительно в утвердительной форме. Я хочу новую квартиру, а не «я не хочу больше жить в этом клоповнике». Я хочу зарабатывать больше денег, а не «мне не хватает денег на жизнь». Наши желания действительно исполняются. Стоит только их изложить хотя бы самим себе. Да, и не стоит желать чего-то, что принесет вред окружающим. Жизнь – штука справедливая, и вряд ли она позволит вам взорвать этот мир и сослать всех идиотов в резервацию. Это излишнее, не ваше желание. Как это понять? Порой, и очень, надо сказать, часто мы сами не знаем, чего хотим. Но очень хотим. А оно, это неведомое нечто, все никак не сбывается. В чем же загвоздка? Может быть, в неправильной формулировке желания? А возможно, и в том, что мы той или иной перемены просто не хотим. Нам не нужно исполнение этого желания. Мы не стремимся к такому ходу событий. А нередко пытаемся реализовать не свое желание, а устремление наших близких. Например, вы с трудом достигнете счастья, если пошли на поводу у родителей и вместо медицинского вуза поступили в юридический. Ведь вы мечтали стать хирургом. А вынуждены заполнять бумажки для маленькой фирмы. Зато родители довольны. Работая с желаниями, отслеживайте, чего и в самом деле хотите именно вы. А что вас привлекает своим статусом, возможностями или просто общественными стереотипами. Подумайте, может быть, то, что дается в нагрузку к вашему желанию, вам совершенно не нужно. Например, мечтаете вы быть начальником. Но подсознательно понимаете, денег на новой должности не намного больше, ответственности в разы значительнее. Придется руководить коллективом, проводить дни и ночи на работе, испытывать постоянные стрессы. А лично вы не готовы ни к такой степени ответственности, ни к принятию решений, ни к выстраиванию людей. К тому же вечера предпочитаете проводить перед телевизором, а не зарывшись в документы. И вообще, у вашего начальства свое есть. То есть, самостоятельно действовать вам все равно не позволят. Вот и не предлагают вам руководящую должность. Просто потому, что она вам не нужна. Откроем вам большой секрет. В нашей жизни мы получаем именно то, что нам нужно. Мы стремимся к чему-то и получаем это. Если же мы только на словах хотим исполнения желания, внутренне же к этому не готовы. Оно и не сбудется. Вы хотите много денег? Почему тогда живете от зарплаты до зарплаты? Да потому что много. Это непонятно сколько. У вас нет цели. Зачем вам эти деньги? Постройте цель. Возможно, это покупка жилья или путешествия. Или обретение новой, более интересной профессии. Тогда финансы придут в вашу жизнь ровным строем. Или не придут, если вы к ним не готовы. Понять, что желание не ваше, вам поможет интуиция. Поймали желание и представляете, что оно осуществилось в мельчайших подробностях. Как изменится при этом ваша жизнь? Что вы получаете? А что сделать должны? Вам нравится эта картинка? Не очень? А почему? Ответьте на все эти вопросы, и вы поймете, ложное или истинное у вас желание. А еще, очень часто нам мешает страх. Страх. Это способ защиты нашей психики. Мы боимся прежде всего неизвестного. Мы боимся изменить свою жизнь. А вдруг будет хуже? Но если дело только в этом, и ваше желание не исполняется исключительно по причине страха, можете сделать следующее. Поговорите со своими страхами. Закройте глаза и скажите «Страх, я тебя вижу. Я справлюсь с этой ситуацией самостоятельно. Спасибо тебе, страх, за то, что меня защищаешь. Но я отпускаю тебя, страх». Если у вас развито воображение, вы действительно можете увидеть свой страх. Откройте перед ним воображаемую дверь. Пусть уходит. Ах, какие мы противоречивые. Желание. Создание на редкость хитрое. Оно может витать в вашем сознании, но не исполняться. Почему так? Вполне возможно, что вы просто противоречите себе. Вы хотите частный дом, но в глубине души понимаете, что это, возможно, еще и огород, на который с детства аллергия. Это соседи за забором, а с ними общаться придется. И так далее. А еще, все дело может быть в подсознании. В нашем подсознании заложено множество стереотипов. И если в детстве вам говорили, например, что деньги зарабатываются исключительно тяжелым трудом, вы можете до бесконечности мечтать о миллионе долларов. Он к вам не прибежит, даже если вы будете долго и упорно лежать на диване и отрабатывать все возможные психотехники. Дело в том, что у вас самих стоит блок. Вы не верите в то, чего желаете. Итак, прежде чем получить исполненное в лучших традициях золотых рыбок желание, подумайте, а нет ли у вас в глубине души противоречия. Разберите его по косточкам. Почему вы столь противоречивы? Что мешает вам осуществить желание? Например, вы хотите создать семью, но никак не получается. И если вы погрузитесь в себя, то вспомните, например, соседское семейство, которое ежедневно радовало скандалами и выяснениями отношений. Этот факт отложился у вас в подсознании и теперь мешает строить отношения с противоположным полом. То есть, стремясь к семейной жизни, вы видите возможные подводные камни такого бытия. Перестраивайте сознание. Итак, противоречивые желания берутся в основном из-за страха. Мы боимся, что исполнившись, наше желание не принесет нам радости. А может быть, боимся, что желание не исполнится и поэтому не слишком-то хотим его исполнения. Ведь неудачу в этом случае легко оправдать, не очень-то и хотелось. Но работать с этими противоречиями можно и нужно. Прежде всего, определитесь со своими желаниями. Проанализируйте список и вычеркните те, без которых можете легко обойтись. Как это определить? Спросите себя. Если это желание не сбудется, что я почувствую? Если никаких эмоций у вас не возникнет, желание можете вычеркнуть. Оно не ваше. Как такое может быть? Просто вы пошли по пути наименьшего сопротивления. Все хотят, а я чем хуже. А стереотипы в поисках счастья для себя не самые лучшие помощники. Следующий этап. Ищите противоречащие друг другу желания. Хотите быть свободным и независимым и создать семью? Мечтаете зарабатывать много денег и уделять работе мало времени? Думайте, что из представленной альтернативы вас привлекает больше. Вам предстоит выбрать что-то одно, построить цель и идти к ней. Как только вы определитесь с выбором, все будет значительно проще. Теперь можете распределить желания по реальности их исполнения и по временным рамкам. Например, есть желания, которые вы можете реализовать здесь и сейчас. Пообщаться с друзьями, съесть апельсин, сходить на дискотеку. Какие-то желания вы исполните позже. Приобрести новую кофточку, поехать в отпуск. И, наконец, существуют желания, мало от вас зависящие на данном этапе. Достичь мира во всем мире, вылечить у людей рак, стать президентом какой-нибудь страны. И, наконец, посмотрите, не осталось ли у вас противоречивых желаний. Все ли желания должны быть исполнены. Техники исполнения желаний для всех и каждого. Осуществление желаний возможно. Существует ряд психотехник, которые в этом вам помогут. И если для счастья вам нужно исполнить мечту, дерзайте. Простейшая психотехника заключается в работе со списком желаний. Начните с малого. Выберите желание, которое наиболее реально осуществить. Например, вы мечтаете похудеть. Сосредоточьтесь на своем желании. Проверьте, не возникают ли у вас противоречивые устремления, страхи, установки. Например, если вам хочется пирожного, это помешает вам в осуществлении желания похудеть. Вам придется усилить ваше желание хорошо выглядеть. Переведите его в цель. Постройте пути осуществления. Например, вы можете записаться в тренажерный зал, сесть на диету, отказаться от калорийной пищи или бегать по утрам. Прекрасная техника осуществления желаний – визуализация. Возьмите листок бумаги и краски и нарисуйте, как умеете, то, чего вы хотите. Можете создать калаш из журнальных картинок и фотографий. Мечтаете о машине? Наклейте ее на лист бумаги и повесьте в пределах досягаемости и так далее. Вы удивитесь, но эта техника работает. И, конечно, не забывайте о техниках, о которых мы говорили выше. Помните, чем четче будет сформулировано ваше желание в мысленных посланиях ко Вселенной, тем больше шансов, что оно исполнится. Будьте счастливы! Дорогие слушатели, напишите, какие еще книги вы хотели бы послушать в аудиоформате. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Не забудьте подписаться на канал, если еще не сделали этого. Желаем вам всего наилучшего! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!